Как не стать жертвой экстремистов в сети интернет? Что делать, если вам предлагают совершить преступление? Почему именно глобальная паутина используется преступниками для вербовки сообщников? В нашей студии Иван Андрианов, территориальный представитель Лиги безопасный интернет, руководитель Самарского отделения Национального центра помощи. Иван Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Вот предлагаю начать с самого начала, условно говоря, с базы. Почему на сегодняшний день именно интернет, именно глобальная паутина используется экстремистами для вербовки? Почему именно ее выбрали? Во-первых, глобальная паутина, как у нас называется, это все продукты или механизмы информационного общества. Мы уже в принципе вступили в это информационное общество. Мы уже в нем живем. Обратно, как говорится, если без катаклизмов, то пути, я думаю, что нет. От комфорта у нас общество не откажется. И в средствах коммуникации, текущих, это даже уже не интернет, это в том числе и более короткие, скажем так, всевозможные сотовые телефоны. То есть короткие средства передачи информации, это определенные гаджеты, которые все, в принципе, объединены при помощи интернета для коммуникаций. То есть в глобальном информационном обществе информация стала определенным, скажем так, нематериальным активом. Граждане все непосредственно задействованы в обмене информации по всему миру. Информация очень быстро распространяется, с большой скоростью. И, соответственно, на любую такую информацию должна быть соответствующая по скорости реакция. То есть сейчас это очень задействовано не только какими-то преступными сообществами или экстремистскими, террористическими организациями. Это задействовано как бы всем. Все общество коммуницирует посредством такой глобальной информационной среды. Поэтому здесь как бы выбор очевиден. То есть работа и борьба за умы людей ведется в той среде, в которой эти люди коммуницируют, с которыми к ним можно получить доступ. Это достаточно серьезная как бы такая проблематика. Это связано сейчас и с информацией, которая распространяется несовершеннолетним посредством сети интернет. Это информация, которая распространяется для людей старшего возраста посредством сети интернет и коммуникаторов. То есть это не обязательно доступ именно в классическом понимании через сеть интернет. Это через всевозможные девайсы, через сотовые телефоны, через мессенджеры, через непосредственно, скажем так, шлюзы и обычной телефонной сети. То есть те же самые. Мы очень хорошо увидели, как работают мошенники в последние годы. Когда они работают посредством сети интернет, но непосредственно к лицу, к которому они осуществляют доступ, они получают, само лицо получает к ним доступ к этой информации посредством обычной телефонной звонки. Ну, либо мессенджеры, кстати, используются активно из этой же серии. Ну, то есть, по большому счету, я правильно понимаю, что сейчас экстремизм, вот это как бы тема сети, потому что все вообще не происходит там на самом деле. Ну, давайте вообще начнем с того, что экстремизм, в принципе, не вдаваясь в философию, это все-таки такая тематика, связанная с призывами. С призывами, с публичными. То есть это информация. Это информация. То есть экстремизм – это информация. И, то есть, не будем говорить там, как очень любят там философствовать там про радикальные течения, радикальные взгляды. Здесь как бы есть закон, есть блоки статей Уголовного кодекса, которые определяют, что такое экстремизм. И, скажем, экстремистский блок статей, что такое теористическая деятельность и сопутствующие, скажем так, статьи, которые идут Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений. То есть здесь как бы без философии. Каждая конкретная статья определяет деяние преступное. Что касается непосредственно, то есть уже вот этой ментальной составляющей, то есть то, что это информация. Но здесь правила работы с информацией. То есть у нас часто говорят, да, там, особенно, то есть среди молодежи, вот там, всех судят за фейки, всех судят за репосты. На самом деле это не совсем так. И здесь момент достаточно серьезный. То есть Пленум Верховного суда по расследованию преступлений экстремистской направленности вполне там определяет, каким образом происходит порядок сопровождения уголовных дел. То есть там вполне такой большой, большой перечень мероприятий, которые должны быть проведены для того, чтобы по конкретным лицам те или иные действия наступили процессуальные. Иван Павлович, ну вот вы сами как бы как раз и предвосхитили вопрос о молодежи. Потому что понятно, что в первую очередь это направлено на молодежь. Потому что люди в возрасте, они более осторожны, более вдумчивы, критическое мышление часто развито и так далее. Хотя, наверное, не всегда, но тем не менее. Но вот как человеку понять, что с ним начинает общаться в сети экстремист, потенциальный террорист, по большому счету? Ну смотрите, здесь давайте начнем с того, с какой целью. То есть если мы говорим о том, что это есть момент, когда общаются провокаторы, для того, чтобы следующее за ним лицо, лицо, с которым он проводит общение, производят те или иные действия, в том числе незаконные. То есть он провоцирует, например, другого человека или группу людей напрямую. То есть это так называемые публичные призывы. Здесь определить с точки зрения закона, я думаю, что обычному гражданину это не сильно будет интересно. То есть он не занимается, скажем так, расследованиями или мониторингом противоправной деятельности в сети. И поэтому это... Другой вопрос, что незнакомые лица, которые вам, скажем так, цель общения и мотивации к общению с вами непонятна, здесь, как мне кажется, следует ограничить просто. Здесь для самого человека должно быть понятно, что человек, который проводит какое-то общение с ним, и цель его неизвестна заранее, как мне кажется, следует ограничить с ним общение. То есть просто, грубо говоря, его банить, как говорят. Ну, то есть свести на нет не обязательно как бы там в какой-то там форме такой, скажем так, негативной. Ну, то есть не обязательно блокировать, но просто свести на нет. Конечно. Здесь просто человек должен понять. Это схема распространения информации. Это, в принципе, в информационном обществе единственный способ информационной гигиены. То есть это как получение информации. То есть это не обязательно с целью вербовки человека, грубо говоря. Тогда это бывает просто провокаторы. Вербовка производится на каких-то определенных триггерах, на определенных вещах, которые интересны тоже этому человеку на тематиках. А здесь мы говорим все-таки об информации для того, чтобы сам человек, который является пользователем сети и с которым общается некий, допустим, провокатор, не совершил правонарушение либо преступление. Это если мы об этом говорим. То есть мы должны понять, какая угроза. Вот вы говорите, он общается, допустим, некий экстремист. Ну, какая цель у него? У него цель либо подтолкнуть, да, разжигание ненависти и вражды по отношению к какой-то социальной группе. У нас, в принципе, экстремистские преступления, экстремистский блок статей, он звучит именно так. Публичные призывы или разжигание ненависти и вражды по отношению к социальной группе. Ну, и там дальше перечисление идет там по национальному признаку, расовому и так далее. То есть здесь все конкретно. То есть в законе нету как бы распущих каких-то моментов. Все вполне так же, как есть публичные призывы, есть там специализированные статьи, там, скажем, последних там информационных таких, как сказать, трендов. То есть, например, там распространение недостоверной информации, заведомо ложной информации. Такие, как по публичные призывы, допустим, к нарушению территориальной целостности государства. То есть это все тоже как бы экстремистские мотивы. Ну, блок статей как бы конкретно определяет деяния. То есть когда происходит общение с незнакомым человеком и вообще, в принципе, пользователь чувствует некое давление, некое подталкивание к каким-то действиям со стороны лица, в принципе, неизвестного ему, можно, в принципе, уже прекратить общение. То есть это уже сигнал о том, чтобы... Уже сигнал, конечно, то есть определенный дискомфорт, определенные моменты. Не стоит разбираться, понимаете, он может быть не обязательно экстремистом или террористом, он может быть мошенником. Он может быть, скажем так, вымогателем. Он может быть просто каким-то деструктивным, скажем так, негативным человеком, который может представлять потом в реальной жизни определенную угрозу. Психически нездоровым, например. Да, я сейчас как бы к этому и веду. То есть, в принципе, представлять определенную угрозу в реальной жизни. То есть здесь как бы испытывать, испытывать как бы вот эти вот моменты законодательных форм, то есть что это, экстремистность, не имеет смысла никакого. То есть не стоит вот размышлять об этом, а просто не рассказать. Да, если кажется, что действительно человек, как кажется, призывает к какой-то активности, надо сообщить в правоохранительные органы информацию, которая была известна или получена от данного гражданина для принятия решения. Вне зависимости, что об этом думает сам пользователь, то есть вы можете думать, что это там, как же они будут ее использовать, это абсолютно не важно. Есть для этого определенные специалисты, они разберутся, как ее использовать, что это за угроза, потому что не всегда понятен формат угроз. Он меняется, динамически все меняется, меняются как бы новые вызовы, появляются новые механизмы. Ну вот я вам просто... В практической плоскости, да вот. В практической плоскости, вообще вся вот эта тематика для гражданских лиц, она должна быть в практической плоскости. Например, лица, которые занимаются мошенническими действиями в отношении, в том числе, граждан старшего возраста, применяют схему и, скажем так, действия с территории враждебного государства, применяют сейчас, в том числе, комбинированную схему. То есть сначала они изымают средства мошенническим путем у лиц старшего возраста на территории России, а потом, например, предлагают вернуть, как будто вернуть 50% этой суммы, если гражданин совершит, например, террористический акт или какие-то действия, направленные, скажем так, на разрушение критической инфраструктуры или, допустим, каких-то объектов. То есть после того, как человек это совершает, он, по сути, совершает уже сам преступление, ну и, естественно, мошенники никакие средства ему не возвращают. То есть это такая комбинированная атака, то есть сначала они финансовые средства получали. Сначала они его ограбили, а затем они его еще под статью подвели. Да, потом они его вовлекли в преступную деятельность. То есть это классические такие вот вещи уже стали, то есть они работают, комбинированные механизмы. Другой вопрос, почему так произошло и почему этого не было ранее, ну потому что ранее мошенники были, допустим, криминальными какими-то группами действующими из расчета корысти, а сейчас это, грубо говоря, враждебные структуры разведывательные иных государств, которые работают при помощи колл-центров, то есть профессиональных структур, которые совершают преступления на территории нашего государства. То есть поменялся формат исполнителя и, соответственно, поменялись методы. Ну да, и цели, кстати. Ну естественно, то есть здесь они как бы выполняют две цели. Если преступник, его просто деньги интересуют. Конечно, это корыстное преступление. Если здесь как бы разведывательные службы иностранных государств, они занимаются террористической активностью в том числе, кроме получения определенных финансовых средств. Решают определенные, скажем так, тут свои задачи. Поэтому спектр и, скажем так, угроз расширился. То же самое касается, допустим, лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков на территории Российской Федерации при помощи дистанционного способа. Ну, закладки, по-русски говоря. Я сейчас договорю. То есть не то, что они делают, а каким средством они увлечены, посредством наркомагазинов. К этим структурам криминальным подключились к работе разведывательные службы иностранных государств. И теперь часть сетки наркозакладчиков и наркокурьеров работают в рамках в том числе террористической активности. То есть на самом деле они работают как бы уже на вот по большому счету другое государство? Они уже работают в террористической деятельности разведывательных служб иностранных государств. Уже такие факты есть, когда лица, которые увлечены в деятельность бесконтактного сбыта наркотических средств, им было предложено в настоятельной форме произвести определенную террористическую активность на инфраструктуре транспортной. И они благополучно о своих намерениях сообщили в Федеральную службу безопасности. То есть они предпочли сдаться силовикам, но не делать этого, потому что понимают, что они как бы в совершенно другое правовое поле переходят тогда. Совершенно другую тяжесть. Другая тяжесть, конечно. Другая тяжесть совершенных преступлений. И другая ответственность. Да. То есть здесь путем уже запугивания и, скажем, шантажом имеющейся информации, обрания совершенных ими преступлений, тоже тяжких, связанных с незаконным оборотом наркотикам, мы вовлекаем террористическую активность. Ну, кстати, та же самая цепочка получается. Только здесь человека ограбили, потом сказали, мы тебе вернем деньги, соверши преступление. А здесь человека вовлекли, и он участвовал в схеме, например, дистанционной торговли наркотиками, а потом его начинают шантажировать, заставляя совершить еще более серьезные преступления. Здесь самое главное стоит отметить тот момент, что во всем этом мы теперь видим след, скажем так, определенных военных структур, в отличие от банального, корыстного умысла преступных групп. Ну, то есть все это на более высоком уровне, более технологично, более продумано и так далее? Это технологично, это работа из территории другого государства, это совершенно другими силами координируется и разрабатываются эти схемы, разрабатываются, скажем так, ежедневно, да, ежечасно. И модернизируются. И модернизируются, да. То есть идет такая работа, противодействие целого блока государства. Поэтому гражданам надо, то есть, не разбираться там в колбасных обрезках, кто там экстремист, кто террорист, а все-таки обратить внимание на то, что стоит ограничить, скажем так, получение ненужной информации, ограничить информацию... От ненужных людей. Да, от ненужных людей, ограничить информацию, которую они сами передают в глобальное, скажем так, пространство информационное для того, чтобы не было таких вот историй. А вот что делать, если вам предлагают совершить преступление? То есть вот человек совершил ошибку, он начал общаться, его зацянули в это общение, и его потом начинают каким-то образом раскручивать на совершение преступления. Ну, классическая схема, здесь надо знать просто правовую базу. Во-первых, от того, что человек пообщался с какими-то, будем так говорить, нехорошими людьми, он еще не совершил преступного деяния. Другое дело, что есть определенные риски работы с финансовыми инструментами. То есть когда люди, скажем так, сбрасывают определенные, это называется, да, молодежи там в сети доната, да, то есть определенные финансовые средства... Кому-то. Кому-то. Почему, да, вот кому-то это очень хорошее слово, потому что в ряде случаев точно они не знают, на что пойдут эти средства. То есть они представляют, говорят, да, там какой-то приют собачек бедных, там какая-то зоозащитная, какая-то экологическая организация, какой-то благотворительный фонд. А на самом же деле точно они не могут определить никому, они сбрасывают свои финансовые средства при помощи легальных своих финансовых инструментов. И впоследствии может так получиться, что данные средства пойдут на террористическую или экстремистскую активность. Ну, это понятно. Но в данном случае вот... А с точки зрения вот... Это, скажем так, он, ну, он, я не знаю, я не могу сейчас судить, это преступление или не преступление, наверное, нет, строго говоря. Если есть умысел, то да. Если нет умысла, ну, если нет умысла... Думал, что собачки на самом деле, условно говоря. Если нет умысла, то здесь будет как бы определенное разбирательство, но может получиться, что приведет к техническим осложнениям, скажем так, для этого человека, то есть блокировки его счетов на какое-то время, до тех моментов, пока не будет проведена проверка. С точки зрения вообще, скажем так, вот работы с такими вот инструментами, то есть как финансовыми, то есть здесь очень такой, очень-очень тонкий подход. Потому что в ряде случаев, особенно касается, например, когда это лидеров мнений, если этот лидер мнений, ну, будем так говорить, блогеры какие-то, какие-то авторы передач, журналисты, если происходит финансирование данного человека лично, а этот человек, например, является, или его деяния являются преступными, в том, уже как бы в признанном, скажем так, судом варианте, то здесь, да, будет сложно отказаться от умысла. Ну да, потому что ты понимал, чем занимается этот человек, и когда ты давал ему деньги, глупо потом рассказывать, что ты не понимал, что ты думал, что он будет собак кормить. Да, так же, как касается, допустим, вот работы с информацией вообще. То есть работа с информацией в информационном обществе. Есть одно золотое, скажем так, правило информационной гигиены. Это какое? Это когда вы распространяете ту информацию, которую создали вы сами. А информацию, которую... То есть репостов не делать? Дело не в репостах. Дело в том, что информация вообще в принципе в информационном обществе, Когда человек ее создает, он генерирует определенный нематериальный актив. Соответственно, этот нематериальный актив стоит определенных средств или он востребован в информационном обществе, и данный человек получает определенные плюсы. Если человек распространяет информацию, а источники информации и достоверности их определить он не может, то есть это есть такие объективные моменты, когда это невозможно сделать, то он и несет определенные риски. — Слушай, но это вообще на самом деле для журналистов это база. — Это база. — Фатчекинг, так сказать. Но ты должен проверять информацию. — Совершенно верно. Вот, например, раньше три профессии, скажем так, классические, которые занимались в данной системе, без всякого информационного общества, это историки, журналисты и разведчики. Это база для них, то есть основная. Это сопоставление фактов. — Перепроверка. — Перепроверка. Историография. — Работа с источниками. — Да. — Работа с источниками. — С документами, да. — Анализ источников и получаемую информацию из различных... — Перекрестный анализ. — Да, из различных источников. А сейчас, так как информационное общество, оно все состоит на обмене информацией, эта задача в небольшом, может быть, для кого-то в большем объеме ложится на плечи каждого человека, участвующего в информационном обмене. — Поэтому лучше в это не лезть, потому что на самом деле это сложная работа. Я понял, о чем вы говорите. — Не то, чтобы даже не лезть в факт-чекинг, а просто заниматься производством информации. — Я вот это имею в виду, да. — Когда вы производите информацию, вы становитесь полноправным членом этого информационного общества со всеми плюсами и возможностями. — Если ты видишь личный факт на улице, это одна история. А вот если ты как бы вслед за кем-то начинаешь рассказывать какую-то историю, и ты не уверен, что там на самом деле так все и было. — В оффлайне это называется слухи. — Слухи, да. — Дело плохое. — Кстати, между прочим, наши предки, они в этом смысле по большому счету нам дали все методики. Так вот, если совершение, если предлагают совершить преступление... — Бращаться к правоохранительным органам. — К силовикам сразу? — Только, конечно. — Вот что бы ни было, как бы тебя не пугали, как бы, потому что на самом деле только хуже будет. Я правильно понимаю? То есть ты только увязнешь в этой каутине. — Человек же не совершил еще преступление. — Или даже если совершил, потому что, ну, если он даже дал денег, там, я не знаю, ну, будет только хуже. То есть он малой кровью обойдет. — Смотрите, в ряде случаев такие механизмы вообще достаточно такие, ну, как сказать, не то что смешные, но то есть такие банальные применяются, особенно к несовершеннолетним. Ну, вот бывают такие моменты, когда на, грубо говоря, в сообществе, которое предлагает работу, есть некий пост о предложении работы в качестве подработки. И там, ну, условно говоря, вот такой факт был, то есть там предлагают на конечерские фабрики подработку, достаточно большая сумма, упаковка конфет. — Так. — Да, обращается человек. — На эту фабрику? — Ну, по этим контактам. — Так. — То есть он эту фабрику не видит, все это происходит. — Ну, такое дистанционное. — Виртуально, так, так, так. — Вот. И ему предлагается для проверки, как бы так, как на фабрике и служба безопасности некая, надо сделать фотографию паспорта и фотографию паспорта с лицом. Вот. Человек туда отправляет, ему после этого, допустим, пишут, что мы занимаемся вот незаконной деятельностью дистанционно на территории Российской Федерации, все наши действия квалифицируются как там тяжкие преступления, и все, вы нам отправили фотографию с паспортом, мы это отправим в правоохранительные органы, скажем, вы у нас этим занимались. Если вы не будете делать то-то и то-то. И у многих людей, как бы, из-за эмоционального, скажем, такого... — Это может сработать. — Да. — Они боятся сказать, что они туда обращались, они не понимают, как они смогут доказать обратное. Но на самом деле они не совершили никаких правонарушений или преступлений. Наоборот, в отношении них, скажем так... — Я думаю, что определенный процент... — Это такой самый банальный пример, такой... — Банальный, но все банальный. — ...околодетский. — Да, околодетский. И в них начинается вопрос, что будет, если там такая фотография попадет в правоохранительные органы. А не будет ли у них проблемы, что они там причастны к преступлениям каким-то. На самом же деле, то есть, ситуация достаточно простая, то есть, им надо, если у них есть сомнения, что их документы, персональные данные, скажем так, могут быть использованы где-то в мошеннических целях, да, там, оформлены на них какие-то, да, там, не знаю, дикторные средства паутежей, открытые банковские карты, кредиты и так далее. То есть, поменять просто паспорт в отделе полиции. — Ну, если уж совсем как бы все... — Да, ну, если так, если... — И, в принципе, на этом все. — И сообщить эту ситуацию в правоохранительные органы для чего? Даже не для того, чтобы этих людей где-то там поймали, а для того, чтобы накапливалась определенная аналитическая информация об угрозах. Какие угрозы в текущий момент на территории, да, или на той или иной территории применяются в отношении граждан нашего государства? Чтобы можно было выработать определенные методы противодействиям и профилактики. — Очень, очень показательно. Причем я вот как раз подумал о том, что вот это действительно с одной стороны вроде бы просто, а с другой стороны, вот, ну, да, определенный процент людей, для них это может оказаться большой проблемой. Я правильно понимаю, что вот если в практической, опять же, плоскости возвращаться вот к вашим словам, наверное, самый лучший путь вот для того, чтобы не попадать вот в эти ситуации, это общаться в сети интернет, ну, то есть общаться только с теми людьми, которых ты лично знаешь, физически знаешь. — Это отличный вариант, не всегда возможный. — Это сам идеальный. Не всегда возможный, но тем не менее. — Но у Бугакова в «Мастера Маргарите» сказали, не общайтесь с незнакомыми людьми. — Ну да. — В принципе, вот на этом как бы, то есть вот вопрос с точки зрения, то есть если возникают какие-то предпосылки в общении, которые побуждают, ну, так же, как и с мошенниками, к немедленным действиям, к каким-то вещам, которые вам некомфортно, то есть чувствует человек дискомфорт, в принципе, общение можно прекратить. То есть и нужно. Потому что дальше будет только, как говорится, интереснее и хуже. — Ну да. А если при малейшем сомнении, то обратиться к силовикам — это наиболее правильный путь. — Конечно. То есть иногда людям кажется, что это какая-то террористическая активность, а это, допустим, ну, будем так говорить, другой формат преступления корыстного. То есть их там или мошеннические действия происходят, или происходит вымогательство, или происходит какая-то иная, то есть иная противоправная деятельность в отношении них совершается. Я хотел бы еще сказать о таких моментах, как бы, которые происходят в работе с информацией. Это распространение информации, в том числе это экстремистских материалов, так и очень тонкая тема тоже. Потому что экстремистские материалы — это материалы, признанные экстремистскими судом. Это графические видео и текстовые материалы. То есть некая, допустим, книжка или некая аудиовизуальная запись, она проверяется, попадает, скажем так, в поле зрения правоохранительных органов, проводится экспертиза. И на суде решается данный материал, является экстремистским или нет. Это происходит в таком живом режиме, то есть постоянно. И этот список экстремистских материалов наращивается. Я могу сказать даже для примера, чтобы, будем так говорить, быть в практической плоскости. Даже с библиотек муниципальных и государственных периодически, ежегодно, то есть сравнивается картотека с списком экстремистских материалов, изымается литература, которая в течение определенного времени по тем или иным критериям была приобретена в эти библиотеки и признана решениями судов экстремистскими. То есть это не всегда выглядит так, что там какая-то страшная книжка, черная, и на ней написано красными буквами «экстремистская книжка». То есть это может быть какое-то издание, которое имеет нарративы, имеет определенные, скажем так, внутри содержания своего схемы, психологические аспекты, идеологические, которые в составе несут в себе призывы, публичные оправдания, в том числе и террористической деятельности. Это отдельная история. То есть это надо сравнивать опять же. Это надо сравнивать и опять же надо думать. К сожалению, время программы подошло к концу, Иван Павлович, я думаю, что продолжим нашу беседу, потому что вопросов много, и продолжение вот этой темы экстремистских материалов и работа с детьми – это все то, чем надо заниматься. Поэтому спасибо за беседу и обязательно увидимся в нашей студии вновь. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Иван Андреянов, территориальный представитель Лиги безопасный интернет, руководитель Самарского отделения Национального центра помощи. Берегите себя, будьте осторожны. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok